Ну это, в общем, отчасти продолжение доклада, который был, где я говорила о дативе, о разных значениях датива, и как раз было интересно, что дативом маркируется агент пассивных конструкций. Мы там много беседовали о дативе и о пассивных конструкциях, и вот из этого вышел вот этот доклад. Так, но еще про дидейский язык я хочу сказать, что вот посмотрите, где лороческий находится, он на самом деле вот окружен по дидейцам, и, конечно, те, кто считали, что лороческий язык это диалект дидейского, что, конечно, совершенно не так, но в этом у них такие контакты очень активные. Так, ну в общем, теперь к пассивному, к пассиву. Что такое пассив? Это понижение роли агенса в движении по оценке в ведущую роль, и, что важно, во многих языках, как пишет Гевон, вероятно, в большинстве языков мира, пассивизация, то есть продвижение агенса в основную позицию требует удаления основного агенса. То есть в русском языке, скажем, предложение дом строится рабочими, вот этот аген с рабочими, это, да и по-русски звучит очень литературно, так скорее в разговорном языке не говорят, а во многих языках это просто невозможно. Так вот, удыгейский язык это обобщение полностью опровергает, потому что в удыгейском языке, сейчас мы, во-первых, там есть, к этому я потом вернусь, вот такая структура пассивного предложения, где пациент передвигается в позицию подлежащего, маркирован именительным, не знаю, совершенно неправильно этот падеж называть, именительным, вот, изводный падеж, а агенс маркирован вот этим самым дативом. То есть, я тебя застрелю, буквально ты будешь мною застрелен, то есть это мною, это маркируется дативом. А творительный падеж, который нам кажется естественным, потому что у нас творительным падежом маркируется агенс, он выражает, собственно говоря, инструментальное значение. Вот пример, я тебя гарпуном проткну, ты будешь мною в дативе, гарпуном инструменталис проткнут немедленно, поскольку это в ближайшем будущее. И оказывается, что вот этот вот агенс, он прекрасно маркируется. Вот, в соответствии с иерархией одушевленности в языках мира, возможность выражения агенса в пассивном предложении часто бывает ограничена. Скажем, это может быть только человек или только одушевленное существо. В общем, это зависит от иерархии, степени одушевленности. Вот иерархия одушевленности Сервера или Сильверстайна. Что мы имеем в Гутыгейском? Мы имеем ситуацию, когда любой член этой иерархии может быть агенсом пассивного предложения. Это может быть и местоимение, и человек, и животное, и явление природы, и неодушевленный объект. Вот примеры. Местоимение. Ты будешь мною поколочен. Мною, извините, здесь обчатка. Значит, вот маркируем дативом. Теперь человек. Старший брат меня заругает. Ну, это я буду старшим братом оговорен, так сказать. Диана это говорит. Это может быть животное. Погиб у задавленный китом. Причем это не животное в сказке, которое оно может быть вполне, как человек выступает. Нет, это животное, именно просто животное. Две птицы на меня накакали. То есть, я был обхакан, так сказать, двумя птицами. Тоже они маркируются дативом. Дальше. Явление природы. Это из сказки, где лягушка ходит, всех спрашивает, почему так происходит. Вот она обращается к солнцу и говорит, а почему ты при плохой погоде тучами закрываем? То есть, тоже у нас в данном случае туча явления природы. И, наконец, просто неодушевленный предмет. Я носилками придавлен. Здесь пациент не выражен. Он, собственно говоря, выражен окончанием суффиксом первого лица. Я есть придавлен носилками. И вот это вот тоже датив в варианте Ди. В данном случае, потому что перед И, до Ди переходят. Вот таким образом мы видим, что вообще нет, совершенно нет ограничений на одушевленность агенса, вопреки тому, что пишет. И он вообще вопреки простым юристическим тенденциям. Зато есть у нас, если агентс не выражен, то приложение получает безличную или неопределенную личную интерпретацию. Вот смотрите, какое интересное предложение. Она рассказала, как они сами были убиты здесь, кем неизвестно. Рассказала, если не... Да. Что? Нет, нет. Да, да. Вот, зато есть ограничения на одушевленность пациента. Вот это гораздо интереснее. Потому что, по-видимому, это может быть только личное местоимение и человек. То есть, если мы вернемся к иерархии одушевленности Сильверстайна, мы увидим, что вот как раз пациента может быть только либо местоимение, либо человек, даже не животное. Вот в моем, во всем корпусе не было пассивных предложений, где подлежащая пациент был бы выражен существительным, обозначающим животное, явление природы, предметы и так далее. Вот контрпример есть только один из грамматики Николая Витольской, где эта лента была дана тебе матерью. И здесь действительно тебе, здесь получается вообще предложение, я уверена, что оно было получено путем инвестиции, то есть попросили просто с русского языка перевести такое предложение. И здесь, смотрите, здесь два датива, получается, и к тебе, и матерью. Вот, лента была дана. И как мы увидим дальше, по-видимому, это еще и невозможно, еще и потому, что пассивные предложения в адыгейском языке имеют адверсативное значение. То есть они обозначают нечто плохое, что происходит с пациентом. А вот в этом предложении эта лента была дана тебе матерью. Мало того, что здесь два датива, тут еще и нет адверсативного значения, которое всегда присуще вот таким пассивным предложениям. Собственно говоря, вот к этому я и перейду. Глаголы, которые наиболее часто встречаются в пассивных конструкциях. Это быть убитым, пронятым копьем, убитым стрелой, застреленным, побитым, убитым островой. Ну, был пример, брат меня заругает, но это тоже как бы нечто плохое. И получается, что нейтральные глаголы, которые как бы не обязательно быть убитым или побитым, но они, если они употребляются вот в этих пассивных предложениях, они сразу получают такое адверсативное значение. Вот, мой брат вас съест, отъесть, это тоже, да, значит, это би, ага, ди, это ди тоже здесь, и в ду, потому что при любви. И вы будете немедленно следы, это можете сказать, моим старшим братом. Вот, значит, второй пример, вроде бы тоже приказать сам по себе, как я ничего, оно и здесь, герой приходит, поднимается на небо, приходит за кусочку солнца, поскольку ему его приказал, он был приказываем стариком, и старик его послал на верную смерть, на самом деле. То есть это тоже, здесь тоже адверсативное значение. Вот, такие конструкции описывались Мальчуковым для эвенского языка, и он предполагает, что такой каузатив, который всегда носит адверсативное значение, то есть всегда обозначает что-то плохое, что происходит с пациентцем, подходит к каузативным конструкциям. При этом он объясняет это тем, что промежуточным был пермиссивный пассив, то есть агенс как бы позволяет, чтобы нечто было над ним произведено. Такое развитие адверсативного пассива из каузатива объясняет и кодирование агенса дативом, поскольку в каузативных конструкциях датив маркирует каузируемого. Вот пример каузативной конструкции. Девушка кормила кукушку, и здесь вот этот вот каузируемый, которому давали, позволяли есть, да, за это есть, уэн-поплогатив, вот, и это объясняет, почему в таких вот пассивных конструкциях агенс маркируется, собственно, дативом. Ну и вот, опять же, меня это навел Руслан Калыч. Действительно, в литературном, вот это, так, в литературном манжорском языке форма суффиксом ВУ или МБУ передает грагматическое значение как каузатива, так и пассива. То есть, например, вот, суффиксом ВУ это либо позволить говорить, либо быть говоримым или быть сказанным. Показать или быть увиденным, замеченным, ведь нет. И кто пишет об этом Аврорин? Попутительность как действия сузбу, активность как действия пассивное, скорее всего, недействие, а состояние, кажется совершенно несовместимыми. Но, однако, можно обнаружить точки соприкосновения. От активного навязывания воли субъекта до пассивного допущения согласия на совершение действия. Слова КО, ДА, ЛА, БУ, значит, не велеть, приказать или доставить, управлять, или поручить управление, или допустить управление. В том и другом случае форма на БУ, БУ выражает персональное несовпадение, вот, что важно. Выражает несовпадение инициатора действия и его фактического исполнителя. То же самое происходит и в пассиве, и в каузативе. В одном случае кто-то побуждает совершить действие одно лицо, а совершает его другое. В другом случае от действия одно лицо совершает, другое испытывает на себе это действие. Вот, что пишет Аврорин. Вот, чтобы, действительно, то, если мы внимательно посмотрим на кузейский язык, мы увидим, что кузатив кодируется вот таким суффиксом вона, или ван, или ван, это все равно, как бы сказать, варианты. Но есть и вариант просто ва, без н, без, ну, в принципе, вот это, ну, вот, да, если как-то, если у нас показатель двусложный, то можно предположить, что он составной исторический, да? Ну, вот, так же, как показатель будущего времени у нас есть за, а есть за, это, конечно, сейчас разные вещи, это ближайшее будущее или аптатив и отдаленное будущее. Но, тем не менее, мы видим, что и даже формально это, в принципе, очень сходные показатели. Вот, посмотрим, в одном случае это у, в другом случае это в. Ну, можно предположить, что у них этимологически они восходят к одному и тому же показателю, который родственен вот этому бу, который мы видели в манжурском языке. Вот сравним две конструкции, пассив и уходотип. Да, муж усадил жену в нарту, это у нас, это у нас пассив, да, здесь тему и мужем, мафадумник, значит, жена его в нарту была посажена. Так, теперь муж заставил, позволил ей сесть, это уходотоплодательная конструкция. Здесь будет ТЭОГИНИ и МАМАСА, тут издативом кодируется уже каузируемый, вот. А муж в именительном кодируеме. Но мы видим, что вот само вот это вот ТЭОГИНИ и ТЭОГИНИ, 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 ТЭОГИНИ. Честно говоря, вот, когда я транскрибирую тексты, вот это вот, то ли здесь говорится ТЭОГИНИ, то ли ТЭОГИНИ, это просто даже принимаешь решение не потому, что ты какой-то слышишь показатель, а потому, как, какие падежи у окружающих слов на самом деле. Вот, скорее, на это арития очень похожа звучит, правда. И, таким образом, ну вот, значит, это, теперь мы вернемся немножко назад. И, значит, у нас есть помимо вот этих форм кинитных на У, есть еще причастия, которые на самом деле, как мы, если на них посмотрите, вы увидите, что эти причастия на самом деле тоже содержат тот же самый показатель пассива. У, кроме причастия прошедшего времени, где са, там вот у нет. А будущее, это ясно, что это у, потом зона, это показатель будущего, то есть тут, в принципе, тот же самый показатель, вот. И, так, ну это регулярная деривация, ладно, вот, теперь обратимся к причастиям. А вот причастия не выражают, не передают адвесативного значения. Они имеют широкий спектр значений, в основном, очень часто передают модальность. Вот примеры причастия и передают нечто такое, что, ну да, вот, пожалуйста, пример причастия настоящего времени. Орудия для охоты. У отца, это значит, у нас охотиться, у отца у и, это орудия, чтобы охотиться. Или это вообще, они превращаются в, происходит полная номинализация, и они, в смысле, вообще, субстантивация, и слово еда, Дзеуи, это по происхождению пассивное причастие настоящего времени. Таких слов очень много. Причастие будущего времени пассивное обозначает необходимость, антическую модальность. То есть, вообще, русское слово «надо» переводится, так сказать, совсем грубо, по-удейски, вот этим причастием будущего времени. Ну, во всяком случае, вот, Александр Саныч Канчуга, который написал несколько томов своей антибиографии по-удейски, он четко совершенно, там, где надо, он всегда переводит это причастие будущего времени пассивное. Вот пример, где имеется и причастие будущего времени, еще и логотип, чем я накормлю его, чем я должен его, должен буду его накормить. А вот причастие пассивное прошедшего времени, оно имеет, оно единственное, которое, как бы, выбивается вот этой всей системы, где есть показатель У, оно, ну, передает результативное значение тоже часто в таких конструкциях. Вот, вот, вареное мясо, у локтусов, да, вот, шалаш был построен. Такой пример. Шалаш был, будучи построенным. Тоже здесь причастие прошедшего времени. И они уже, отверсативного значения, обратите внимание, никто из них не несет, они несут разные значения, часто модальные. Причастие могут быть предикатами, как способ вспомогательным глаголом, так и независимоотно. И таким образом они могут формировать пассивные предложения без отверсативности. Вот, например, из панических текстов, записанных в 27-м году. Например, мальчика начинают называть девочкой. Вот здесь вот, ГГБС это звать, ЛИ это начинательный. И дальше у нас вот это причастие настоящего времени пассивное. То есть начинают называть девочкой. Пример 20 с причастием, пассивным причастием прошедшего времени. Значит, котел перевернут, адмиративный оказывается. Вот, и здесь тоже мы никакого административного значения не видим. То есть вот в тех пассивных предложениях, которые образованы причастиями, там уже никакого административного значения нет. Но там и нет маркирования агенса дативом. Они вообще все устроены совершенно иным способом. Вот примеры на все причастия. Это халат, который нужно в будущем расшить узорами. Халат для расшивания узорами. Расшитый узорами халат. То есть вот они все, эти причастия здесь. И таким образом можно считать, что в водоегейском языке существует две разные конструкции, пассивные конструкции. Во-первых, конструкция с глаголом, с суффиксом у, который передает административное значение с фенитным глаголом. Где есть ограничение на одушевленность пациента и нет ограничения на одушевленность агенса. И агенс может быть эксплицитно выражен дативом, а ремаркирован дативом. И есть конструкции с пассивными причастиями, которые не передают административного значения. Где агенс не может быть выражен. Где нет ограничений на одушевленность пациента. Вот видите, халат, пожалуйста, это предмет, мы прекрасно его, тем не менее, ставим в каком-нибудь предложении, котел перевернут, никакого привлечения на отушевленность пациента нет. И передает модальные значения, то есть существуют две совершенно разные, два типа пассивных конструкций, ну и это как бы вот так и объясняется историей происхождения этих форм. Ну вот и вот, это самый халат. Спасибо. Ну в онлайн там вопросов нет, давайте из зала. Пожалуйста, кто? Спасибо. У меня два многих вопроса. Первый, это насчет количества носителей. Стало интересно, какого года эта информация? Количество носителей у дегейского языка? Ну не знаю, два. Два может быть? Может побольше, может три. Может три, но это как считать, это как считать. Если человек может говорить, может не может рассказать текст, не вставляя все время русские слова, он считается носителем или нет? А мы видим, что два или три носителя? Да. А, это вот сейчас. Сейчас, сейчас, да. Да, просто уже обсуждали переписи вчера. Да. На последний день, на десятый год, были 103 человека. 103? Ну, да, хорошо. Нет, ну смотрите, в Красном Яре один, в Босюгах один. Еще я нашла около Хабаровска женщину, которая носит лиманского диалекта удивительным образом, но она вот, как бы, она нарратив-то не может, собственно, выдать. И переходит она, конечно, нет, в Босюгах два, слушайте, я все-таки, да, которые могут, да, и на данные которых, ну, наверное, еще можно как-то опираться. А Агзу? Что там? В Агзу ноль. Ну, Татьяна Михайловна Двойнова умерла уже четыре года назад. Тарзан умер еще раньше. Все. Я могу сказать, что в двух предложениях одно и то же слово было «мамаса» для бабушки и жены. Мамаса, так, ну, в принципе, мамаса – это жена, конечно, но мама – бабушка. Ну, мамака – старуха, если хотите. Как женщина и жена, да, то же самое. Женщина и жена тоже такая. Нет, женщина будет Анта. Это из Баса. Старуха – это жена. Жена всегда старуха, даже если ей 15 лет, она будет старухой. В турецком-то там. Да так, везде, на базе. Ну, да. Я про это сказала. Спасибо. Данные все, данные все раньше, но у меня, так, значит, состав моего корпуса, это, во-первых, архив Баскаковой, который я разбираю, и там, ну, я не знаю, около 80 текстов записано в 36-м году. Тексты, которые записал Шнейдер на Амиле, там 20 текстов, этот каком-то он записывал году в 31-м. Потом есть тексты, Карнушина очень хорошие, которые я все разобрала и отглассировала. Они у меня все глассированы в Толбоксе, к сожалению. И это тексты, которые он записывал в 60-е, 70-е годы у хороших носителей. Потом, ну, вот это вот как бы основное, на что я ориентируюсь, потому что, скажем, например, уже то, что писал Сан Саныч Кончуга, это, конечно, хорошо. Но он пишет, у него, он же как бы его, он пишет как по-русски, если можно так выразиться. Ну, например, при глаголе «говорение» «говорить кому» должен быть направительный падеж, а вовсе не дательный. Но у него по всей книге дательный. Почему? Потому что по-русски дательный. И я просто не могу использовать эти тексты для каких-то грамматических исследований, потому что, ну, они, ну, там вот, там точно, точно он, он как бы, точное соответствие в конструкции. Вот я говорю, что если надо по-русски, то там будет вот это Удзенэр. Точно, совершенно. Спасибо. Тут у нас появился целый видный список. Арсан Михайлович, пожалуйста, вам. Да, я по поводу пассивных причастей. Они не пассивные. Просто в грамматике Авровина, том 2, 61-й, он их называет, Валентин Александрович, не пассивными, а безличными, абсолютно правильными. Потому что есть контексты, в которых вообще исключена пассивность абсолютно. Это Амурский регион. Это первое. Второе. По поводу соединения, вроде бы, малосоединимых значений пассива и, значит, кавзатива, как в маньчжурском языке, такая ситуация, видимо, значит, реальная на Дальнем Востоке. Потому что так не только в маньчжурском и в прошлом, в других думбусо-маньчжурских языках, также в корейском и также в монгольском было и есть. То есть, одним показателем выражается. Что в этой связи интересно? Вот тот пример про нехорошую птичку, а вот которая что-то сделала на полу. Ведь это что-то сделает, это же непереходная глагол, правда? А как может быть пассивов непереходных? Может. И вот может быть потому, что пассив и кавзатив в одном сочетаются с Афикс. То есть, этим можно объяснить. И я могу привести пример из японского языка, например. Вот сидит товарищ в кинотеатре, а ему ребенок мешает смотреть фильм. Я просто по тексту японскому помню. Это будет кодомо-ни на ка-ритах. Кодомо – это ребенок. Кодомо-ни – дательный, конечно. На ка-ритах – это пассив. То есть, ребенком был так плакан. Ну да, да, да. Теперь, значит, масса примеров в ивенском языке. И я, ивенкинский мне ближе, я просто приведу два примера. Битый к дому – я был дождем об дождем. Битый к дому – меня ночь накрыла, застала и так далее. А, это в удыгейском все эти, быть застигнутым ночью, быть застигнутым ветром, дождем. Они все имеют эту пассивную конструкцию. Это все из-за того, что кто-то потружил с того, что он застил. Вот такая история, что пассив образуется от непереходов. Да, это те самые предложения. Еще есть, Елена Силовна, это самое. Застил, ты ночью, ветром – это те, которые имеют не пассивной формы. Они только в пассиве. Да, это как раз ровно точно. Послушаем комментарии Валентины Бусевой онлайн. Валентин Бусев пишет, удыгейский пассив похож на самодельский, где он, как известно, употребляет тогда, когда топик оказывается объектом, а хочется, чтобы он был подлежащим. Этим может объясняться ограничение на одушевленность пациента для верхних членов иерархии. И одушевленность более характерна, оказывается, одушевленность более характерна, оказывается только. Ну, это возможно, да. Возможно, объяснить. Хорошо. Спасибо. Спасибо. И Наталья Стойнова тоже онлайн. Да, спасибо большое. Я хотела, во-первых, спросить еще раз в продолжение того, что Александр Михайлович спрашивал. Я правильно поняла, что вот примеры, которые на следующей странице съесть и накакать, нет, не съесть, а говорить и накакать, где-то были, но там был пример сговорить и пример скакать. Они бывают в непассивном контексте с переходной интерпретацией и с акузативом? Там, я какаю тебя, я говорю тебя, в смысле, я тебя ругаю. Или вот это тоже только пассивный конструктор. Если не знаю, надо посмотреть. А еще я хотела тоже про конкретные примеры спросить, про пример с лентой. И мне кажется, этот пример с лентой я уже видела и даже с вами обсуждала, но не помню ответа. Пример с лентой. Там лента в акузативе, а не в номинативе. Я хотела кратко спросить, попадались ли еще такие же. То есть, судя по всему, это действительно какая-то совершенно-совершенно другая конструкция. Вот, вот это? Да-да. Там лента не в номинативе, как во всех остальных примерах с пациентом в номинативе, а лента в акузативе. Вот, я хотела спросить, бывает ли такое с нормальным, с нормальным вот вашим адверсативным пассивом этот акузатив. А второй вопрос у меня про пример 14А, в котором не акузатив, но, кажется, рефлексивный показатель на пациенте, да? Это жена его, то есть, это рефлексив к старику, к мужу. Я правильно это интерпретирую. То есть, на подлежащем, как бы, рефлексив, то есть, тоже какое-то очень синтаксически что-то может быть странное, а может быть не странное. В общем, если вы прокомментируете эти примеры, я буду очень рада. Простите, Елена, очень коротко. Жена твоя. А, то есть, своя в смысле старика, да? Да, жена своя, в смысле, да, в смысле старика, да. А такое бывает с нормальным подлежащим или здесь тоже что-то не так? В общем, я понимаю, что это можно считать, что это и акузатив, потому что это будет тогда акузатив рефлексивного склонения. Ну да. Ну да. Я понимаю, что что... Ну а тут же не может быть без... Жена-то она всегда ведь чья-то. Это так же, как мафа. Если он... Если там нет личного показателя, то это значит медведь. А если личный показатель есть, то это значит муж. Так, коллеги, извините меня, пожалуйста. Так, ладно. Да. Ну шоу? Продолжение следует...